Всем привет! С вами Никита, магазин Мир Автокресел. И сегодня у нас с вами на обзоре будет вот то, что у меня находится в рюкзаке. Собственно, маленькая подсказка, вы можете догадаться попробовать по ручке. И если догадались, что это, пишите свой ответ в комментарии. Я пока достану, и мы с вами приступим. Итак, наверное, как вы уже успели догадаться, в рюкзаке у нас с вами находится Дуна Ликитрайк. Дуна Ликитрайк. По сумке сразу понятно, что модель это в максимальной комплектации. Это S5 модель. Соответственно, давайте ее достанем и посмотрим на нее повнимательнее. Итак, готово. Велосипед мы извлекли из транспортировочной сумки. Кстати, это была она. Как вы успели заметить, штука очень удобная. Можно легко сложить велосипед, убрать туда, и даже место для ручки есть, куда можно ее подвесить. Потому что в предыдущих версиях ручку куда-то надо было пристраивать. Собственно, чем же отличается эта модель от предыдущих моделей S1 и S3, которые мы с вами рассмотрели? Ну, по большому счету, это тот же самый велосипед Дуна, но в улучшенной комплектации, скажем так. Есть некоторые отличия от S1, ну, тем более от S3 модели. Соответственно, в чем они будут заключаться? У нас с вами все то же самое осталось, что было и у S3. Что же добавилось? Изменилась немножко сумка, которая сзади висит у S3. Сумка была на затяжечках, если помните таких, здесь удобная молния. Доступ стал проще внутрь, потому что там с затяжечками нужно было прямо вглубь сумки залезать. Тут это можно сделать без проблем. Что еще поменялось? Добавился подстаканник в комплекте. Он у вас теперь будет идти, он очень удобно крепится вот здесь, вот легко снимается, легко ставится обратно. Подстаканник для ребенка, естественно, рассчитан. И очень классная штука такая. Ручки у этой модификации выполнены из дерева. Они деревянные, они очень мягкие, приятные на ощупь, хорошо обработанные. Ну, прям супер смотрятся и тактильно очень приятные. Собственно, что еще здесь поменялось? Что еще добавили? Ну, по большому счету с S3 основные отличия это подстаканник, ручки, замок на сумке и сумка для перевозки. И все остальное то же самое. У нас с вами тот же самый капор остался, который можно легко снять. Вот, капор легко снимается. Точно так же легко регулируется ручка родительская. Она, кстати, по размерам и по высоте такая же, как и в предыдущих модификациях. Также, соответственно, остался защитный бампер для ребенка. Педали, переставляющиеся из положения для маленького ребенка, который еще не совсем понимает, как вся эта история работает. Положение уже, когда ребенок может самостоятельно их крутить. И давайте пробежимся с вами по трансформации, как вся эта история трансформируется. То есть вот сейчас я переставил педали в положение, соответственно, когда ребенок уже может ставить ноги на педали, когда он уже до этого места дотягивается. Но видите, я их сейчас прокручиваю, велосипед на месте остается. То есть это все сделано для того, чтобы ребенок, как бы, была такая иллюзия, что он управляет велосипедом. Но при этом процесс контролируете вы с помощью ручки, собственно, вот. Колесом управляете вы по-прежнему. Также, если вы уберете защитный бампер, он, кстати, тоже очень легко снимается. То, собственно, можно еще и разблокировать руль. Видите, то есть рулем я кручу, а ручка, которой вы управляете, она остается статична. То есть получается, что ребенок вроде как может крутить рулем, у него прокручиваются педали, но все равно процессом управляете вы. И дальше, по мере того, как ребенок будет расти, как будет приходить понимание того, как вся эта история работает, вы, соответственно, сможете зафиксировать руль, чтобы ребенок уже сам мог крутить передним колесом, и зафиксировать педали. Вы все это фиксируете. И, соответственно, вот, велосипедом уже управляет ребенок, колесо крутится. Да, кстати, забыл напомнить, так же, как и вы с третьей комплектацией, здесь на колесах, на педалях сразу идут стрэпы комплектно, которые помогают вот ножки держаться на самой педали. Собственно, ну, классические пятиточечные ремни уже для велосипедов Дуна, которые хорошую фиксацию обеспечивают. Они вам пригодятся тогда, когда вы как раз бампер снимете, чтобы ребенок хорошо у вас в велосипеде был зафиксирован, и ничего не случилось. Ну и, собственно, по трансформации велосипеда. Вот мы с вами уже убрали защитный бампер, переставили педали на переднее колесо. То, что еще можно сделать? Опять-таки, можно снять капор. И можно вот эту спинку вместе с ремешками также снять и установить сюда бортик сзади. Это точно так же делается, как мы с вами посмотрели в предыдущих моделях S1 и S3. Все та же самая история. То есть вам нужно вооружиться отверткой. Здесь откручиваются два болта. Сейчас я вам покажу, где они. Вот, собственно, нижние вот эти. Вот вы их откручиваете. Откручиваете болты. Спинку можно снять. Ну, ремни мы в этот раз с вами снимать не будем. Если вам интересно, как снимаются ремни, это можно посмотреть, соответственно, в видео к моделям S1 и S3. Ссылки найдете, вот где-нибудь здесь они появятся. Собственно, тот самый бортик. Это уже рассчитано для детей постарше. Устанавливаете его, фиксируете, соответственно, на два болта. И у вас получается... А, самое главное мы с вами забыли. Конечно же, для ребенка постарше вам уже не потребуется вот эта вся история с ручкой. Ручку можно легко убрать. Она снимается, ставится обратно без проблем. И у вас получается вот такой вот компактный маленький велосипед для уже там двух-трехлетнего ребенка. Когда он понимает уже, как вся эта история работает. Все достаточно просто. Все достаточно функционально понятно сделано. Давайте с вами соберем его обратно. Посмотрим, как он будет в управлении и что из себя представляет. Итак, готово. Вот мы с вами его собрали, вернули в исходное положение. Соответственно, давайте посмотрим, как все это работает. Ручка, насколько я помню, здесь по высоте порядка 100 сантиметров. Ну, может быть, на 5 сантиметров больше-меньше. Но не суть, собственно. Удобно будет и высоким родителям. Легко управляется. Напомню, что по весу это всего 6,1 килограмма. Он очень легкий, компактно складывающийся. Соответственно, сейчас, одну секунду. У нас тут заблокирован руль. Руль разблокировали. Велосипед легко поворачивается. Им управлять одно удовольствие. Есть тормоз для блокировки. Все, вот, собственно, велосипед не едет. Ну, такая вот прекрасная история. А на этом у нас сегодня все. С вами был Никита. Ссылку на данный велосипед вы найдете в описании под видео. Желаю вам сделать правильный выбор. Всего доброго. Пока-пока.